Основной вопрос повестки дня внеочередного заседания Совета депутатов – отчет главы округа о работе за год. Этого требует 131-й федеральный закон о местном самоуправлении и устав городского округа Щелково. Год был непростой, но мы справились, отметил Андрей Булгаков. В рейтинге эффективности муниципальных образований Щелково в десятке лучших по всем показателям и в целом занимает восьмое место. Работа с бюджетом вновь признана лучшей в Московской области по сбалансированности, исполнению и другим показателям. Кредитов избежали, и это несмотря на перераспределение средств. В связи с направлением большого количества финансовых ресурсов на систему здравоохранения в Альбинском дыме, мы наш бюджет принадлежали рекомендации Министерства экономики и финансов, в том числе, но несмотря на это, выполнили все обязательства по 2020 году по каждому из направлений. Прорывными назвал Андрей Булгаков достижения в сфере строительства социальных объектов. Достроили, оснастили и открыли школы в микрорайоне Солнечный и Жигалово. Строится в микрорайоне Чкаловский и на улице Шмидта. После смены нерадивого подрядчика к новому учебному году наконец-то завершится капитальный ремонт школы номер 20 на Загорянке. На днях будет дан старт строительству школы в микрорайоне Финский, и она не последняя. В ближайшие три года, если благодаря вам успешно наша команда будет работать, мы построим 4 школы и 10 детских садов. И полностью решим все вопросы города с местами детский сад, в том числе и до трех лет, а также закроем все вопросы с второй садом. Власти взялись за приведение в порядок несоответствующих нормативам объектов культуры и спорта. В домах культуры и на спортплощадках ведутся ремонтные и восстановительные работы. Особо глава отметил ДК имени Чкалова, Монинский дом офицеров, ДК Оболдина, спортивные базы в Медвежках на Загорянке и во Фрянове. То, что мы делаем во Фряново, это вообще просто революция. В хорошем смысле слова, связанная со стадионом трудом, и внутри Фрянова объектами воркаута и любимыми спортивными направлениями. На стадии решения вопрос строительства бассейна в Монине. Нужно привести в соответствие земельный участок. В ближайших планах властей добиваться включения в госпрограмму школы гимнастики и бассейна в Щелкове. Самые чувствительные темы Андрей Булгаков назвал ЖКХ. Здесь отметил как серьезное достижение передачу теплового хозяйства из частных рук муниципальному межрайонному Щелковскому водоканалу. В этой же системе теперь и управление большей частью жилого фонда округа. Начинается строительство собственной котельной в микрорайоне Бахчеванджи. Решена проблема с работой КНС в микрорайоне Богородский. Большие средства направляются на благоустройство, реконструируются улицы Пушкина, а в планах создание зон общественного притяжения на прудах в Щелкове-7, в Чкаловском, в Краснознаменском сквере перед Щелковским театром в городском парке. Дорожные темы всегда актуальны. В этом году значительные средства предоставлены округу на ремонт дорог, строительство тротуаров, а также по программе асфальтирования подъездных дорог к СНТ и поселкам для многодетных семей. Более глобальные проекты также на повестке дня. Говоря об экологии, глава напомнил депутатам, что удалось добиться отмены решения о строительстве во Фрянове комбината по переработке отходов и закрытии Собуровского мусорного полигона. Эти и многие другие вопросы, как отметил глава, удается решать благодаря поддержке губернатора и областного правительства. Уже есть ряд гарантий на ближайшее будущее. На данный момент у меня уже подтверждение и по линии здравоохранения, и по линии образования, по линии дорог и многих других на миллиарды рублей, которые будут вкладываться в случае эффективной работы нашей совместной, подчеркиваемой команды, в городском округе Щелково. Полный текст отчета был направлен депутатам заранее. Они могли с ним ознакомиться и подготовить вопросы и отзывы. Прозвучали как позитивные, так и критические. Большинством голосов Совет депутатов признал деятельность главы городского округа Щелково Андрея Булгакова удовлетворительной, то есть оценил положительно. Коллеги, спасибо большое вам за поддержку, за помощь, за плечо.